МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Пилипет. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Готовимся к омикрону. Мишустин провел совещание по КВ-19 членами Координационного совета при правительстве. Вам решать. Завершилось голосование за выбор территорию, которую будут благоустраивать в этом году. Крещение Господне, как прошли купания на пруду Боровом. Далее расскажем обо всем подробно. Удаленка, 7 дней карантина вместо 14, меры борьбы с омикроном в Нижегородской области. Михаил Мишустин обсудил ситуацию с распространением коронавируса в стране с членами Координационного совета при правительстве. Подробности далее. 5 миллиардов рублей на лекарства выделят регионам дополнительно. Часть препаратов закупят централизованно, направят на это еще 15 миллиардов, сообщил Михаил Мишустин. По словам премьер-министра, серьезная нагрузка в период распространения штамма омикрон ляжет именно на амбулаторную сеть. А потому важно подготовить первичное звено, оценить уже имеющиеся мощности, медицинские кадры, наличие лекарственных препаратов, кислорода и средств индивидуальной защиты. Нужно увеличить объемы тестирования. В условиях ухудшения ситуации необходимо нарастить производство тест-системы, исследования самого возбудителя, чтобы точно понять, с какими штаммами мы сталкиваемся чаще всего. Ну и также повысить поставки в регионы экспресс-тестов. Для этого выделим средства из резервного фонда на проведение секвенирования и обеспечения экспресс-тестами в первом полугодии текущего года. «Одновременно надо усилить контроль за соблюдением санитарных требований в местах массового скопления людей», добавил премьер-министр. Выросло число обращений на горячей линии. Кабмин выделит не менее 300 миллионов рублей ежемесячно, чтобы привлечь дополнительных операторов в колл-центры из числа студентов-медиков. Регионы получат 700 миллионов рублей на увеличение мощности АТС. «Обращаясь к работодателям, чтобы помочь нашим врачам и снизить нагрузку на медицинские учреждения, там, где это возможно и не мешает производственному процессу, надо перевести персонал на дистанционную работу. В первую очередь это касается граждан старшего возраста и людей, которые страдают хроническими заболеваниями. Кроме того, прошу работодателей обратить внимание на необходимость тестирования сотрудников, которые не перешли на удаленный режим. Реализация плана ДОП-мероприятий по борьбе с распространением ковида – большая и ответственная задача, пояснил Михаил Мишустин. Поддерживать постоянное взаимодействие с регионами, по его мнению, поможет рабочая группа. Она будет в круглосуточном режиме на связи с субъектами РФ и всеми заинтересованными органами и организациями. Курировать её поручили Татьяне Голиковой. Ещё один важный аспект плана, как и в других странах, мы оптимизируем подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан, в том числе сокращаем сроки карантина до 7 дней, а также делаем ещё ряд изменений, которые в ближайшее время будут приняты постановлениями главного санитарного врача России. В заседании Президиума Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19 принял участие и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. В области приняты дополнительные меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия. Министерство здравоохранения Нижегородской области совместно с Управлением Роспотребнадзора по региону разработало алгоритм дополнительных первичных противоэпидемических мероприятий в отношении лиц, прибывающих из неблагополучных стран по заболеваемости новым геновариантом коронавируса. Сейчас мы видим определённый подъём заболеваемости, но на работе системы здравоохранения это пока не слишком сказалось. Подготовительные мероприятия уже проведены. Мы готовы развернуть около 10 тысяч коек для оказания помощи больным коронавирусам. Сейчас уже задействованы 3554 койки. Из них более 2000 обеспечены кислородом. Работает 550 ИВЛ. При этом у нас сохраняется высокий резерв коечного фонда. На сегодня около 28%. Много больных получает помощь амбулаторно. Глава региона добавил, что в Нижегородской области продолжается вакцинация граждан. Подготовлено 164 вакцинальных центра, 81 медицинской организации. Сформировано 33 мобильные бригады. На текущий момент против COVID-19 привито более 1 миллиона 750 тысяч человек. В этом году в рамках программы «Вам решать» Саров представил 16 проектов. Отбор прошли 10. Их общая стоимость около 25 миллионов рублей. О том, что появится в Сарове благодаря проекту инициативного бюджетирования, расскажем далее. Саровские инициативы в рамках регионального проекта «Вам решать» были направлены на благоустройство дворовых территорий, замену дорожного покрытия и обновление уличного освещения. В 2021 году из 16 проектов города конкурсный отбор прошли 10. Остальные 6 проектов набрали недостаточно голосов на онлайн-голосовании. Менее 300. Один из самых крупных проектов, который реализуют в городе, благоустройство территории молодежного центра. Он второй раз уже участвует в конкурсном отборе. Первый раз не получилось. Вот второй раз удачно. Это устройство спортивной площадки на территории молодежного центра на улице Куйбышева. Устройство тренажеров, турников, покрытий. Достаточно дорогой, хороший проект. Дворовая территория в районе домов проспекта Ленина, 33, 35 и 31 по улице Александровича, сейчас выглядит пустой и безжизненной. И ребятам разного возраста нечем здесь себя занять. Победы инициативной группы граждан в проекте «Вам решать» теперь позволят установить во дворе песочницы и качели, мафы и горки, а также зоны с теннисным столом и воркаутом. Очень радостно за проект квартала 22. Это дома проспект Ленина, 33, 35 и Александровича, 31. Очень так работала хорошо инициативная группа. Прям радостно за людей. Там будет благоустройство дворовой территории. То есть игровые площадки, спортивные площадки с покрытиями, подходами к ним. Список всех инициативных проектов, которые прошли конкурсный отбор, можно посмотреть на сайте Министерства внутренней, региональной и муниципальной политики Нижегородской области в разделе «Проект инициативного бюджетирования вам решать». Всего на все саровские инициативы направят порядка 25 миллионов рублей. Реализация проектов начнется в весенне-летний период, а закончатся работы должны до конца октября 2022 года. Светлана Юрунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Департамент городского хозяйства подготовил сведения о толщине льда на водоемах Сарова. Пруд Боровое 38 сантиметров, сатис 34 сантиметра, между льдом и снегом много воды. Саровка 29 сантиметров, между льдом и снегом также много воды. Специалисты отмечают, что подо льдом во многих местах бьют ключи, которые подмывают лед. А потому при выходе на водоемы требуется соблюдать особую осторожность. Другая важная информация в подборке коротких новостей. 10 случаев заражения новым штаммом коронавирусной инфекции «Омикрон» выявлено в Нижегородской области, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону. Трое из них прибыли из Нигерии, Доминиканы и Израиля. Еще один человек из другого региона, а в остальных случаях заболевшие не выезжали за пределы Нижегородской области. Заболевшие были изолированы, заболевание протекает преимущественно в форме ОРВИ. Все контактные обследованы. Противоэпидемические мероприятия проведены в полном объеме, отметили в Управлении Роспотребнадзора. Конфисковать машины у пьяных лихачей предложили в Госдуме. Автомобили нужно квалифицировать как орудия преступлений, так как они являются средствами повышенной опасности. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая во время заседания рабочей группы по подготовке изменений в законодательство по установлению ответственности за опасное вождение. Крещение – один из главных церковных праздников зимы. По традиции, в ночь с 18 на 19 января саровчане пришли на пруд Боровое, чтобы окунуться в прорубь. Туда же отправилась и наша съемочная группа, чтобы посмотреть, как прошли традиционные зимние купания. В ночь с 18 на 19 января было далеко до трескучих крещенских морозов. На улице стояла температура около минус 3 градусов. Непривычное тепло для праздника Крещения Господня. Поэтому и желающих окунуться в Иордань было больше, чем в прошлом году. За 45 минут искупаться пришли около 40 человек, среди которых преимущество было за мужчинами. Мне очень понравилось. Первый раз купался. В общем, все замечательно. Водичка теплая. Всем рекомендую. Здравствуйте. Отлично. Шикарно. Я просто по второму кругу. Мне надо срочно одеться. У меня ощущения просто классные. Ой, хорошо. Прямо замечательно. Первый раз? Нет. Уже раза в 10. На пруду Боровом и Иордань оборудовали всем необходимым. На подходе к купели сделали специальные настилы, лесничные ступеньки и перила. Сотрудники МЧС определили безопасную глубину для купания – полтора метра. Спасательная бригада все время дежурила около проруби. А для хорошего освещения работала пожарная машина. Здесь сотрудники УВД, правопорядок, пожарные освещения обеспечивают. Сотрудники полиции ГИБДД, на верхнюю тоже. ДЭП предоставил автобусы для переодевания. Крещенские купания на пруду Боровом проходили в ночь с 18 на 19 января с 22 до 3 часов ночи. В связи с ковидными ограничениями в автобусы для переодевания пускали по несколько человек. Хотя в холодную воду заходили новички, мероприятие прошло без несчастных случаев. Спасать нет, но, скорее всего, больше подхватывает. Потому что человек, когда заходит, начинает нырять, человек неподготовленный, выныривает, он просто теряется. Он не понимает даже, куда выходить. Он может пойти в ту сторону, в сторону водоема, за сетку. То есть приходится его за руки хватать, направлять. Чтобы такого, чтобы критически, когда скорый помощь, помощь медикам нужна такого не было. Крещение Господне – один из 12 главных христианских праздников, которые еще называют Богоявлением. Праздник установлен в память о евангельском событии, когда Иисус Христос крестился в водах Иордана. По народной традиции на крещение во льду вырубают прорубь в виде креста, который называется Иорданью. А перед массовым купанием воду в ней освящают. Об урбанистике, городской среде, архитектуре. 20 января в художественной галерее стартует специальная программа документальных фильмов «Урбандокс». Подробности расскажем в следующем репортаже. Художник, фотограф, кинематографист, теоретик искусства. Первая кинолента программы расскажет о жизни и наследии крупнейшей фигуры мирового авангарда, первой половины 20 века и одного из важнейших представителей фотографии нового видения – Ласло Махойнадя. Документальный фильм «Новый Баухаус» зрители смогут увидеть уже 20 января в 18 часов. Для тех зрителей, кто знает, что такое знаменитая на весь мир школа Баухаус, мы приглашаем на наши просмотры. Если вы не знаете, что такое Баухаус, обязательно приходите тем более, потому что это тема, которую мы видим с вами, безусловно, в журналах, в газетах, в дизайне предметов, которыми пользуемся, в мебели, в интерьере, в архитектуре, в планировке городов. Второй документальный фильм «Дави» покажут 3 февраля. Он повествует о том, как квартирный вопрос испортил жизнь в городах. Для человека квадратные метры – просто дом, а для глобального капитализма – выгодная инвестиция. Это противоречие породило конфликт, который раскручивается в мегаполисах мира. Третья картина режиссера Джесси Айсенберга «Миру твоих ног» завершит фестиваль. Кинопоказ пройдет 31 марта. Рекламные проспекты, одно дело, красивые визитные видеокарточки города, туристические маршруты и совсем другое – город пешком. Попробуем вместе с героем фильма, он уже 6 лет путешествует пешком по городу, посмотреть, как город открывается, как городская среда, насколько она удобна, насколько она комфортна. Эти яркие и актуальные картины рассказывают о том, как устроен современный город, об удивительных открытиях мегаполисов, о новых вызовах, с которыми вынуждены сталкиваться его жители. В центре каждого фильма человек, для которого городское пространство становится полем битвы, местом исследования или идеальной средой для творчества. Саровские зрители прекрасно знают, что мы очень любим тему архитектуры. Проект «Орткрытый» об архитектуре проходил здесь, начинался, зарождался здесь, в художественной галерее. Было много лекций по архитектуре, мы эту тему не бросаем. И вот тут и кинематограф нам как раз в помощь. Возрастное ограничение 16+. Кинопоказы пройдут с соблюдением ковидных ограничений. Маски обязательны. Мобильное приложение «Саров-24» доступно в Google Play. Также все видео можно найти в Ютубе и в социальных сетях. Смотрите городские новости и программы в любое время и в любом формате. Научные, спортивные, общественные и культурные новости «Сарова» можно смотреть не только дома по телевизору. Новое приложение «Саров-24» позволяет следить за городскими событиями в любой точке мира в прямом эфире у себя в смартфоне. Если вы не дома, если вы не можете по телевизору посмотреть наши городские новости, то всегда есть приложение в таком формате. Идет видеопоток в прямом эфире. То, что показывают на телевизоре, то показывает и это приложение. В современном мире технологии позволяют каждому выбрать удобный формат контента. Все самое интересное о событиях нашего города теперь находится в вашем кармане на расстоянии одного клика в приложении «Саров-24». Если вы хотите быть в курсе всех событий, последних новостей, загружайте наше приложение из Play Market. Приложение называется «Саров-24», так же, как и телеканал. Скачивайте, запускайте, смотрите в прямом эфире наши новости. Приложение доступно для всех пользователей Android бесплатно и без подписок. Все новости нашего канала вы можете смотреть в привычном для вас формате. По телевизору, на YouTube, в социальных сетях или в новом приложении. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Facebook Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в YouTube и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипет. Всего вам доброго и хороших вам новостей.